Ева, привет! Покажи ко мне в гости. Как тебе дела? Рассказывай. Все хорошо, здравствуйте. Проходи, сессия, посаживай. Ева, зачем ко мне пришла? Рассказывай. А, ты думаешь, что тарелка? Там, наверное, ног у тебя растет. Ого, здорово! Только мы аккуратненько посмотрим сейчас. Договорились? Хорошо? Это, знаете, что вырвали морковку на вред. Зубки аккуратненько достают. Ты слышишь на все? Да. Давай, мы ждем пупытику. Девушка, не переживай, как вообще. Кошелокок. Девушка, просто смотрю. Я уже разорилась на твоих зубах. Смотри, контролируй, что делать. Не хочешь смотреть? Как же ты? Я буду проверять зубы или нет? Просто ехала сюда. В прошлый раз сейчас мы не будем ничего делать, потому что мы не можем играть. Мне очень нравится подход врачей. У нас достаточно трепетный ребенок, который очень болезненно реагирует на все, что связано со стоматологией, ввиду плохого опыта, который был до этого. А здесь мы прямо с первого похода очень хорошо адаптировались, и ребенок чувствует себя спокойным. А вы у нас лечились уже? Мы были на адаптационном сеансе очень давно, когда их было еще три годика, вот перед первым таким глобальным лечением. И вот пришли повторно на удаление зубов. Ну, удалили очень классно. Мы были у врача Ремеп Валерии Петровны, удалили два зуба под местным наркозом. Причем, я бы, наверное, после всех наших опытов, уже надеяться с другими врачами, оценил бы успешный исход процентов в три, наверное. При этом мы вводим плохой подход, удалили два зуба. Вот такое настроение у меня, у меня вообще размечиваемое настроение. Она забоялась. Сегодня Ева к нам пришла в гости с сильно подвижным зубом. Но Ева была не в настроении достать этот зуб, так как у Евы сегодня был очень насыщенный день, со слов папы. Было много занятий, утром была школа, и Ева просто-напросто устала, так как неделю назад мы осуществляли ей удаление двух зубов. Но это было первую половину дня. Очень часто ребенок за целый день устает, и осуществить манипуляции очень сложно к вечеру или вечернее время, позднее. Поэтому иногда лучше приходить с утра и проводить лечение. Мы договорились совместно с родителями расшатывать зуб в домашних условиях. И если зуб не получится расшатать, то мы встретимся через неделю. Если зуб благополучно выпадет дома, то мы встретимся через 3 месяца на профилактическом осмотре.